4 выхода отсюда дорогие мои вот отсюда из этого состояния есть четыре выхода выход номер 1 это то ради чего мы здесь все собрать выход номер один это выздоровление что такое выздоровление выздоровление это на базе это не просто воздержание воздержание то условия для выздоровления из первого это на базе того что у него больше не поступает я работать с этим состоянием по сути дела Выздоровление – это изменение био, психо, социо, духовное. Потому что мы с вами здесь говорим не просто о том, чтобы… Ну вообще, что такое здоровье? Состояние, когда ничего не болит, биологического благополучия, психического благополучия, когда душа не болит. Социального благополучия, когда есть где жить, есть что кушать, нормальная одежда, есть работа, правильно? И духовного благополучия, когда есть ценности, которые соответствуют общечеловеческим ценностям. Так и дает Семерная Организация Здравоохранения, так и дает определение здоровья. Что состояние? Здоровье – это биологическое, психологическое, социальное и духовное благополучие. Соответственно, болезнь – это есть что? Состояние биологического благополучия, отсутствие. Ну все мы знаем биологические болезни. Инфаркты, язвы, циррозы и так далее. Когда гриппом заболел, у тебя биологическое неблагополучие, лежишь дома, температура 39, ничего не хочется, сил нету, насморк, кашель, ни сил нету, ничего. Психологическое, психиатрическое неблагополучие, неврозы, психозы, шизофрения, депрессии, фобии, социальное неблагополучие, украл-выпил в тюрьму, проституция, болезни, социальные болезни, нищета, безработица, духовное неблагополучие. Ну слышали, наверное, в фильмах показывают, да, там есть экзорцисты, батюшки, бесы, одержимость бесами и так далее. Ну разные есть тоже. Кстати, знаете, в дореволюционной России, когда к психиатрам приводили людей с подозреванием на психиатрическое заболевание, им делали тест. Ставили пять стаканов с водой. В четырех стаканах была святая вода, а в одном стакане была не святая вода. Если был психиатрически больной, он спокойно выпивал из любого стакана. Если у человека была, как говорят, обержимость бесами, он никогда, он из пяти стаканов всегда выбирал простую воду. Он не мог прикоснуться к святой воде. Какие тесты были? Ну, документы там обозначены. Да. Так вот, как вы считаете, ну мы не будем здесь касаться каких-то амбистических вещей, мы о духовности будем говорить с вами как, ну скажем так, ценности человеческой личности. Давайте так. Вот если брать химическую зависимость, тело там болеет или нет? Тело затронуто болеет. А психика? А социальная жизнь? А социальная жизнь? Ценности затронуты. А социальная жизнь? Да, можно человек обернуть после тяжелейших психических расстройств от употребления наркотиков в более-менее нормальное состояние. Не капельницами, а голову лечить. Да, мы сейчас к этому только идем, что к этому голову лечить. Не только голову. Тело-то надо привести в порядок. Ну нормально же должен человек себя чувствовать. Психику надо привести себя в порядок? Надо. А социальную жизнь вообще, как приводить в порядок, если там все разрушено? Если отношения с людьми, это вопрос в дальнейшем, в принципе. А систему ценностей заново выстраивать? Понимаете, поэтому лечение вот этой комплексной проблем каким-то одним способом капельницу поставить врача надо вызвать или закодировать. Или еще к психологу сходить или к психиатру, не работайте. Или к батюшке поехать, чтобы он там молитву почитал, или бабушка какая-нибудь что-нибудь там нашептала на ухо, что-то сделала. Не работайте. Потому что нужно только в комплексе это делать. Субтитры подогнал «Симон»